Здравствуйте и добро пожаловать в город Сочи! Второй день на турнире пари-матч Сочи Хокки Опенс. Мы с вами через несколько минут будем смотреть игру между хоккейным клубом Сочи и Санкт-Петербургским СКА. Давайте обо всем по порядку. В первом периоде заброшенных шайб не было. Очень динамичный хоккей. Всего лишь навсего 8 остановок было. 7-2 на вбрасываниях. В первом периоде доминировал СКА. Однако по броскам прям такой яркой доминации не было. У СКА 9-7, СКА перебросал Сочи. Но начало периода осталось за хозяевами. В конце первого периода Игорь Руденков и Виктор Балдаев подряд схватили по одному удалению. Но Магнус Кельберг со всеми бросками по своим воротам справился. Так же, как и Александр Самонов. Во втором периоде Кирилл Питьков убегал к воротам Александра Самонова, но нет. Переиграть его не удалось. А на 30-й минуте первую шайбу в этом матче и первую шайбу СКА в этом межсезонье забивает Кирилл Марченко. После прекрасной передачи Юрия Паутова Марченко на скорости ушел от Юрия Александрова и не сильно сближаясь с Магнусом Кельбергом бросил над ловушкой вратаря под перекладину. 1-0. Буквально в следующей смене сочинцы могли сравнять счет в матче. Игорь Руденков завез шайбу за спину Александру Самонову, но Игорь Ажиганов успел отбросить шайбу с линии ворот и после видеопросмотра Евгения Ромаськова взятие ворот отменил. После чего сочинцы начали хватать удаления. Виктор Балдаев был удален на 2 минуты. Это удаление реализовать не удалось, но в одной смене Владислав Валенцов делает подножку. Сочи добавляет к этому еще нарушение численного состава. И игра 5 на 3. Очень быстро. Меньше 30 секунд потребовала СКА для того, чтобы отличиться. Игорь Ажиганов после передачи Антона Бурдасова делает счет 2-0. В третьем периоде опять были удаления. Игра начиналась 4 на 4. Затем Владислав Валенцов, Захар Бардаков получили по 2 минуты. В большинстве сочинцы поиграли. Реализовать его не удалось. А на заменчен 2 минуты до конца третьего периода тренерский штаб снимает вратаря. И в пустые ворота после передачи Эмилия Галимова забивает Йонас Кемпанин. Александр Самонов играет первый предсезонный матч на 0. В третьем периоде Сочи перебросал СКА 9-8. На точке СКА по-прежнему доминировал 11-4. По итогам матча 18-35. По времени в атаке 8 минут 15 секунд у СКА, у Сочи 5,5 минут. Ну и по штрафу тоже. Здесь все предельно ясно. 14-4. Сочинцам, конечно, необходимо подтягивать дисциплину. С таким количеством штрафа в сезон заходить ни в коем случае нельзя.